Приветствую всех! Посмотрите передачу Московской железнодорожной мозаикой. Вот это, собственно, соединительная ветка между станцией Перова и как раз вот этим складом. Вот одна ветка идет к складу, вот к этому, а вторая туда, да, это на Перовском шоссе, вот на этом. А второй, он так и называется, склад, там складской комплекс. А вторая ветка дальше идет туда подальше, уже на первую фрезерную улицу, ее пересекает и идет на бывший завод режущих инструментов Фрезер, ну, который сейчас полностью все помещения сдается в аренду. Вот это Перовское шоссе, и вот здесь как раз вдоль Перовского шоссе проходит вот эта ветка. Ну, не всего шоссе, но частично, да, вот это вот как раз переезд Карачаровский, через Карачаровское шоссе, потому что там дальше Перовское, оно переходит в Карачаровское, ну, либо наоборот. Ну, и вот как раз здесь вот уже станция Перова, большая станция Перова. Это пассажирские платформы, ну, а, собственно, эти ветки, они ведут, конечно, не от платформ, а именно от станции. ну вот как это в принципе пути выглядят со стороны именно пировского шоссе вот она пировская и прям вот видите по насыпи проходят там основные пути где электрички ездят и всякие грузовые состава отстаивать сортируются и так далее по высокой насыпи а вот этот путь видите он отходит здесь вот как раз проходит между этой высокой нас и вот эти вот проезжей чаще вот это пировского шоссе такая вот однопутная ветка как видим нелик не электрифицированная то здесь проходит только тепловозы вот и ну или вернее по большей части на проходили потому что я не знаю сейчас проходит или нет фрезер сейчас не действует вот поэтому не знаю если там хоть какая-то грузовая работа ну и судя по состоянию ветки ну что-то похоже на то что иногда используется но как-то так явно неактивно ну на склад может быть тетки какие-то операции проводятся в принципе хотя там конечно тоже все уже в аренде не знаю если потребность какие-то железнодорожных перевозки перегрузках автомобильного транспорта на железную дорогу сказать сложно но когда-то здесь довольно активно было движение видите даже ветка раздваивалась вот это вот пировской и тогда часть на склад а другая на фрезер уходил но такая высокая подпорная стенка мост через проезд фрезер который ведет на московский локомотив ремонтный завод я уже показывал и рассказывал о нем когда говорил о платформе фрезер который сейчас андронов называется но тот назад путь как раз это ветки куда на склад и на завод фрезер ну скорее всего эта ветка если используется очень редко конечно не сравнить с тем что было раньше но от станции перол довольно много веток отходит соединительных и вот одна из них как раз вот эта ветка идущая вот как раз на фрезер и на склад ну вот как это выглядит со стороны автобусной станции с другой стороны перловского шоссе этот мост вот эта ветка